снова здравствуйте уважаемые дамы и господа мы продолжаем наш тренинг по специальному мануальную массажу и мануальной терапии в данном тренинге мы рассмотрим методы работы с поясницей точнее пояснично-крестцовый переход это как я называю обычно камень преткновения то есть все проблемы идут множество не все конечно да множество проблем идут от этого соединения l5 s1 позвонки соответственно 5 это позвонок самый нижний поясничный хотите подойдите поближе посмотрите с крестцовыми позвонками крестцовая это 5 сцепленных позвонков скрепленных между собой до самой верхней получается с 1 и вниз идет там из 2 из 3 из 4 из 5 здесь самая большая нагрузка потому что весь весь человека особенно если он с большим будем так скажем за матом рюкзак носит на себе и спереди и сзади и еще и сумки вешать или там тяжести поднимает все сходит сюда все напряжение кроме того грыжа чаще всего восходит тоже выходит чаще всего здесь показано грыжа да то есть это выпячивание вперед на русский грыжу выпячивания межпозвоночного диска подробнее про грыжу там и в другом видеоролике расскажем сейчас просто расскажу почему именно здесь ну во первых упомню что все напряжение идет до плюс как говорил астап бендер на меня дает сколько там столб атмосферный до 18 килограмм и 180 килограмм не помню и соответственно смотрите диски они горизонтальные везде еду да кроме вот этих поясничных они наклонены вот ниже прям по 45 градусов то есть соответственно позвоночник получается наклоненный он съезжает с этого диска он грыжа и вылазит здесь и опять же считается что скрепление с тазом малоподвижно с крестцом а на самом деле именно отсюда все проблемы идут вот это вот крестово-подвздошность осуществления здесь маленькие такие мышцы идут по сантиметрику буквально ну толщина с палец по два сантиметра который настолько зима прижимают это бедро выше что поднимается в итоге нога но не цитают видите сбоку как бы относительно это крепление получается спереди до сверху увидеть что происходит ну вот представьте вот большие пальцы тут на кресте звезда вот эти позвоночном кости вот они обнимают весь таз человека да и вот они ходят вот так вот если здесь вот ноги растут как бы до таз сместился нога укоротилась понимаете вот она стала короче соответственно чтобы ему сместиться у него гребень по зашим костей должен чуть-чуть выдвинуться назад к сзади он будет выбирать вот эту часть и вот посмотрите на доску я рисовал как бы сколиоз у человека ну второй степени треть четвертой степени первые третье я не рисовал как бы промежуточный понятно да если таз поднялся то уже идет перекос и у него но в лучшем случае один-два позвонка нижних они сместятся в противоположную сторону да но как правило наш организм всегда такой что в верхней части противоположные позвонки вернее верхние позвонки сместятся противоположную сторону это уже как бы признаки сколиоза но еще нельзя назад на первой степени да если уже пошел есть позвоночник вот так вот другой с-образным то получается это сколиоз и как правило мы это можем увидеть у человека стоят даже если у него таз развернутся в противоположную сторону сейчас мы проверим на конкретном пациенте да что он не происходит давайте сначала его прочитаем посмотрим крестцово-поздушное сочинение нам надо понимать как человеку так соси он лежит немножко неровно да мы сами как персоналы должны его подровнять да вот они просто живут вместе суббок мягко подняли положили ровно когда сразу видно что поднялось это место видно да чтобы увидеть невооруженным глазом есть колеоз видишь пришел тут вот налево прошел тут над направо разобразно стали сразу видно да 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 вот так идет да чтобы поточнее узнать надо посмотреть как прицел вот смотри между пяток до между ягодиц между выступающими всеми частями вот в данном случае хребта человека да и ну голу сейчас мы не будем рассматривать про голову в следующем ролике расскажем сразу видно если сколиоз пошел вправо да то как правило он еще ротацию имеет грудной отделом позвоночник грудном отделе да и таким образом получается ребра немножко надуваются да в итоге поднимается ребер на вот она видно что сразу вверху посмотреть проверить да далее накладываем если человек лежит до пальцы на вот эти ямочки и проверяем во первых относительно позвоночника симметрично они или нет расположены в данном случае симметрично то есть у нас должно быть вот эти так сзади поздрошные кости да 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 поздрошно кости это вот вот эти вот места где нету мышц поэтому там и ямочки все сухожилия связки крепятся до них до этого места поэтому тут ямочки особенно у женщин это ярко видно если не видно может нажать и в пальцы до подписать отпечаток проверили вот эту часть проверили подвздошные кости вот где они заканчиваются так визуально кажется но вертикально конечно мы смотрим на вот эту проекцию лучше дело стоя либо сидя сидя почему потому что упираемся на седалищные кости корпус человек седалищная кость это вот это вот он не сидит до соответственно то что ниже нам уже не мешает жесткий костяк закрепленные вот этими подвздошными костями да дает только искажение вверх от этого ну и почему я называю камнем преткновением потому что все проблемы идут отсюда и вверх организм растет да и вниз соответственно вниз это на ноги вверх и на руки и на голову будут сказываться ну и собственно говоря когда человек зарождается утром и матери да он именно этого места с центра сплетения начинают расти все сначала ткани потом обрастают костями кости твердеют да то есть от рождения все отсюда ведет вот видим то есть что здесь чуть повыше но это буквально у спасена с опытом по вам придет выше буквально 5 миллиметров не сильно сразу предупрежу вот некоторые разда люди разной плотности бывают и просто нажимать вот тут это бывает больно по костям до либо щекотно поэтому немножко захватываете ткань сверху и вот туда то есть валик как бы ткань делаете его прижимаете получать что немножко ниже вот эта часть какая вот это нет и не помните ниже выше а выше выше да и вот пальцы способность вот все-все-все чувствует вот это немножко вот то есть мы предполагаем сейчас нельзя сто процентов никому ничего знать не обращайте клиенты сами тоже не возгордитесь мы предполагаем что соответственно если этот таз повернут сюда то это надо будет чуть укорочена давайте проверим это вот здесь с проверяем по пяткам относительно тела отключить пока питание подойдет и по лодыжкам проверяем но чтобы нам удостовериться нам лучше поднять ноги коленки поближе что было некоторая симметрия смотрим с этой стороны и видим что вот лодыжка правая ноги в данном случае она ниже видишь да даже видно вот сразу но на просвет это ниже вот это ниже вот буквально сантиметров миллиметров 5 до получается но может больше да там да все видишь вот покажи камера с этой стороны чтобы она или зайди тогда когда делаешь переход наш паузу в принципе ставить вот видно да что она не живет на просвет теперь смотрим по везде должен быть пирного угла стоп уголеностопа и у коленного сустава видно что вот эта пятка вечно завалена вот сюда даже подвижность если это вот смотри жестко такая то это мишка спаля находит туда сюда то есть он ногу подворачивает вот это же помягче получается не правой мягче вот относительно жестки все да 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 то есть это ногой установится более-менее ровно эту по 2 подворачивать отсюда может быть с вот стопы тоже поменяться но по поводу плоскостопия дальше в другом видео расскажем то есть мы увидели что анатомически у него чуть-чуть это нога это голень короче да но при этом кажется что длиннее потому что воздушная кость выше удостоверяемся тем что опустили назад ноги теперь у нас все сочинения работают как бы вот 1 2 сочинения бедро до 3 колена и голеностоп здесь смотрим сверху посмотрел камеры видишь они как бы выровнялись получается лодыжки ровные стали смотрим по пяткам перпендикуляр должен быть смотри 5 стали стала выше да то есть длиннее теперь смотрим второй наш маркер это по длине больших пальцев смотри насколько выше палец выше почти на сантиметр видишь вот получаете наши ползу таз выше нога короче получается получается короче да вот какими методами мы будем сейчас работать к сожалению непосредственно может потому что это право упрямление ног и таза вам показать вот эти точки смотрим позвоночник это л-пят и да да вот это звучит и пошел до женю кожа съезжает поэтому может быть очень точно ну вот дальше не буду рисовать но видно да что вот пошла дуга вот вот сторону да здесь оказалось ровно кстати то есть вот наше расстояние вот это и вот это оказались ровные вот и кости подвздошная раз-два если провести то получается вот на таком уровне да ну где-то сантиметр примерно насколько у нас и пальцы ног показали видите то что я уговорил от камное преткновение все идет искажение вниз тогда скручивание конкретно мы рассмотрим следующем видеоролике а сейчас вот как мы будем исправлять искажение ног соответственно я уговорил про верхнюю часть до выдавать тоже проверить проверим если там искажение или нет вес позвоночник я рисовать не буду вот как будет эта часть сюда пошла можешь упереться лбом вниз вот немножко вот он выровнялся да но чуть-чуть есть вот загиб сюда то есть получается два раза вот так вот он петляет до начинаем исправлять снизу но при этом когда предупреждаю что когда клиент жалосток на поясницу до обязательно учитывайте что вверху тоже будут искажения если вы берете только одно то второе повлияет и вернет обратно вашу работу всю вернет обратно поэтому надо работать с двух сторон и сверху и снизу и также и шея шея отдельно то есть искажение есть в верхней части и шеи вправо например c2 ушел вправо да то смотрите c6 или c7 они обязательно будут влево либо d1 грудной позвонок тоже можете влево так но сейчас мы не будем смотреть шею поэтому поверну голову так что мы делаем и перед любой мануальной практикой да мы сначала должна разогреть сила человека размассировать его ну данном случае масло не будем использовать просто по-быстрому любые методы растирания тоже глубоко не буду сейчас этого касаться проминаем вот это вот сочленение воздушно-крестцовая получается вот до сюда ведет проминаем мышцы такие короткие которые крепятся к гребню воздушно-кости то есть получается вот эти мышцы и в принципе квадратная мышца она крепится к нижним плавающим ребрам да она идет и вот под таким углом и под таким и подиагонали вот так и подиагонали вот так мы ее растягиваем мы должны его со стороны тоже растянулся да да можно дарить вот так да только лучше смотреть лучше действовать туда в ту сторону вот гребень он идет выше получается да можно заняться сцепили суток а ребра идут вот так то есть мы их растягиваем вот тогда да то есть не вот так в принципе также да что ты чувствуешь что уперся именно в косточке вот здесь я чувствую а здесь вот и не тяну да то есть мы сейчас тянем этот квадратный мальчик да 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 так оливье хорошо же вопрос смотрите вот здесь выше здесь ниже получаете ну на самом деле нам надо чтобы исправить скриоз мы понимаем что те позвонки которые ушли влево да здесь гипер напряжение да а с этой стороны гипотонус то есть соответственно с этой стороны можно напрячь мышца с это расслабить по идее мы только с этим можно растягивать а с этой стороны позволить более в данном случае слева да более активные такие вот всякие движения напряжения то здесь гипотонус там гипертонус блин как просто вместиться в короткое видео я не знаю но сейчас побыстрее рассказать здесь здесь же мы подбиваем ну то есть непосредственно практику дорогие друзья кто нас по видео вы получите на тренинге да мы сейчас это все будем отрабатывать на натуре двух на друге а сейчас я просто рассказываю принципы почему мы действовали на так далее смотри эти косточки о смысле вот эти мышцы короткие да они бывают настолько жесткие что их придется подбить когда мы делаем молоточек из своего большого пальца и вот эти мышцы проходим все то есть не по звонок ладьян да да по звонку мы не бьем опил в эту сторону и вот сюда вот нужно сделай паузу пожалуйста так значит смотрите нам нужно будет еще подбить вот это клемминг подвозвучной кости соответственно от его вертикали в сторону ног то есть смотрите вот получается от этого камня преткновения все что мы делаем вверх декомпрессионные наши методы да мы делаем вот этого берем вся верхняя часть корпуса да вместе включая голову от этой точки вверх растягиваем а если то что ниже от этой точки вниз растягиваем делать конечно это удобно и с той стороны во время массажа мы делаем это локтем здесь важно бить именно в кость а не в мякоть мясо бить самому такое будто перчего резиновая эластичная бессмысленно еще раз предупреждаю что там заканчивается не годится до кость подвздошно на самом деле выше сантиметров на 5 вот видите сколько у мужчин на 5 а у женщин аж на 7 на 10 сантиметров вот такая была в кость далеко у них выходит уже считаться он как бы больше ну вы знаете антонические если вам неудобно бить локтем то у каждого специалиста должно быть вот такое вот устройство бита в данном случае но я хочу конечно не у каждого персонала да ну просто как вспомогательное некоторое оружие да как некоторые используют киянку и ну такой-то резиновый молоток до едва то это несколько такие другие более грубые методы мануального воздействия мы их проходить не будем достаточно ручной работы да мы просто для демонстрации вот находит косточку упираетесь в нее и опять же если бить по костей он говорил это больно поэтому чуть ткань сверху загибаете вот обывали да и через него вот получать мякоть направлением у нас по целых градусов вниз в тело и вперед и пробиваем эти места не больно немножко немножко да вот соответственно сразу предупреждаю что техники безопасности не надо бить по ребрам не надо бить по почкам мы только работаем с тазом этом случае далее нам нужно будет вот уже пошло мануальное воздействие эту зону крестцово-подвздошного разблокировать то есть после нашего нашего разогрева и подготавливать на массаже да мы поднимаем ногу не ты понимаешь написать клиент должна выросла нет ни коленку хватаем да а чуть выше что было безопасно что коленка не болело поднимаем и расшатываем ее вот он уже видим до накладываем ладонь я просто специально не положу чтобы вы видели как ходит косточка да может положить положил почувствовать вот нет вот крестец относительно крестца вот этот гребень приложили пальцами да вот если крестец одновременно они ходят вот когда мы все убираю кур воздействует лучше всего через тряпочку чтобы вас не дай бог через под любую через масло руками соскользнула либо через задержать человека ну давайте пока будет демонстрация не буду это показывать вот она видно гребень то есть вот над этой ямкой идет гребень вот вот на него расшатали после этого делаем вот такой мах соответственно нога это рычаг разблокируем вот этого вот связки мах противоположную сторону а здесь делаем упор все наши приемы делаются мануального действия да вот этот траст на максимальном преднапряжении то есть раскачивать там раскачивали визуально вам это просто не видно но нажали только тогда когда довели до предела вот вот уж точно как ведет на меня на меня не идет вот такой момент я раз делать раз для облегчения можно сделать ну если там человек грустно тяжелый да можно вот так его взять но так у вас вещах будет меньше его собственно да является рычагом вот не выпрямили вот получается мах гораздо мощнее ну пусть может попробовать вот этой ногой да вот здесь вот здесь запястьем запястье выпираешься вот так да вот раскачивать раскачивай так я чуть вышел так на себя вот так вот видишь вот вот напряжён только в этот момент и начинаешь давить да да правильно позвонок да да вот ты вот тут можешь пощупать вот видишь вот может поднимать вот это следующий прием кстати в этом приеме тоже есть нюансы мы можем надавить на позвоночник если он пошел вот в эту сторону да то есть наш позвоночник развернулся вот сюда да мы берем ногу ослабься 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 вот под собственно весом человека лежит да разворачиваем и вот сюда и даем прям позвоночник расположен сторону ну тут может даже до грудного отдела видите далее смотрите если нам нужно расслабить вот эти мышцы да не просто чтобы не бегать сюда да я подожжу на этой стороне вот этот участок маленький да мы берем за подвздошную кость не сам расслабься почувствовали тиражность висеть нюхи после этого давим на мышцы практически получается в нижние ребра растягиваем доходим до преднапряжения и после этого раз продолжаем далее может он также продавите в принципе вес позвоночник но поскольку у нас сколиоз от стороны то мы должны делать этот прием в обратную сторону то есть зеркально да то есть если здесь кардиоз да ну логично смотри вот эту часть поднял вот дугу до дугу нет стоп стоп дугу ты на себя вот уже развернула она уже время а тут еще не выпрямилась вот теперь со стороны в позвоночник для можно позвоночник давида 1 и в реберную дугу еще давить вот сейчас можно давить не немножко скачать сначала и потом дави да да только по вещи сейчас да и так же если опасаешься что на ассист отростка нажимаешь можно давить в ребра только чуть еще вверх вертикально то есть еще принципе компрессии да да вот туда ну сейчас нам потренируемся теперь смотрите если вам не удалось это расслабить да в этом случае тогда делаем такой прием чуть-чуть это просим к этому бачку лечить сюда чтобы наша коленка жала на столе игрушка говоришь как игрушка да вот таким образом здесь нас расслабилась да и вот эта косточка еще больше стала выпирать тут смотрите можно попробовать при наложении руда положить ногу на ногу да вот больше угол или меньше стал положить на вот сюда больше или меньше стал или положить ногу еще выше чем выше мы поднимаем тем больше его за место у нас еще нижние позвонки поясничные то есть 3 4 5 тут он должен будет возить задействованы и с той стороны делаем манипуляцию через тряпочку либо салфетку любую вот надо лежит прощу пусть у нас ученик вот так удобнее то есть максимально она и расслабилась и максимально поднято туда и всем корпусом вот я демонстрирую не специально поддела да ну по-моему был хруст да что-то было да чуть-чуть такой маленький чуть-чуть ответить даже могу сказать где на уровне с 1 с 2 вот эту чуть-чуть маленький такой же блокировка была маленькая каждого из них не сильно так далее как началось на сюда методом скрутки поворачивайся вот на этот бок соответственно участие вверх да вот уже знаю как ложится подробнее методом скрутки мы вы увидите следующем видео да сейчас просто показывают работа непосредственно для того чтобы углянуть ногу руку назад и скручиваем опять же вот в сторону и если нам нужно на крестец воздействия до кресло-подвздоши с ними то угол у нас ноги дальше прямой нет ниже либо прямой скорбь сначала дали за чуть ниже вот на ночь из воздействует если нам нужно выше воздействует на позвонки дает то мы понимаем выше и еще выше но в данном случае поскольку разорок было вправо то нам надо это поле симметрично менять другую сторону сейчас показывать не буду да мы должны ее выше поднять еще не допустить туда вот так вот и вот мы должны будем воздействовать на то есть нет это ты спросишь про методы скрутки об этом я просто говорю в следующем видео там их 45 вариантов я покажу следующем видео сейчас просто непосредственно мы работаем по поводу почему скрутку надо делать зеркально другой стороны потому что смотрите позвоночник то может пойти вот в эту сторону дугу до сделать но у него вот нижний позвонок относительно вот этой этого гребня вот тут у нас защемление да то есть скручивая в эту сторону ногу опускаем ниже и даем только вот на этот позвонок она вот эту всю дугу которая выше пошла мы делаем зеркально позаположен сторону то есть с этой стороны ногу развернули и даем уже против позвонки знаете почему это то есть то есть ниже и выше мы выбираем какой страны давить то есть если вот сюда давить ногу ниже делаем да и оттуда давим а потом поворачиваем потому что здесь таз выше а когда таз ниже поворачиваем и ногу выше ставлю да вы сюда и даем уже на позвонки уже но по поводу сколиоза ладно что видео не было большим сейчас расскажу вот смотрите сколиоз дальше вот идет да у него вот эту часть рассмотрим середину да получается человек лежит эта часть у него выше опять надо развернуться ну ладно давайте очень видео покажу и сейчас просто для примера да ну давайте для примера тогда руки делаем вместе давить будем через грудную клетку а здесь мы надавливаем на таз и вот таким способом его растягиваем а вот этими пальчиками то смотрится ноль и среди мяча да этим пальчиками позвонки подставляем и управляем их в том направлении в котором нам нужно либо вниз соответственно да ударим ищем пальцем либо снизу подцепили их не и вверх растягиваем получается на растяжение большей части теперь продолжаем вот с ногой сейчас мы попробуем все отработаем поворачиваться теперь на спину вот это подвозь на кость у нас было туда глубже да поэтому мы могут поднимаем и даем на в том направлении в том направлении Продолжение следует...